Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос. Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует, как сказано в Евангелии от Матфея. Означает ли это, что второбрачные будут жить во грехе? Разберемся. Действительно, Господь обличает вот это жестокосердие иудеев, их формализм, говорит, да, вы пытаетесь формально закон Моисеев соблюсти. Вот Моисей сказал, что если хочешь развестись, ты берешь и жене своей даешь письмо, такую расписку, что она разведенная. Почему очень важно это было, это письмо давать? В принципе, Господь объясняет, что это было по жестокосердию вашему, и эта расписка была в те времена благом. Потому что если женщина не получала такого письма, и она брала, уходила от мужа, и, например, начала строить какие-то новые отношения, вступать во второй брак, а у нее нет этой расписки, то люди вокруг смотрят и говорят, это жена того человека, она прелюбодейка, а прелюбодеев надо камнями побивать. И, по сути же, Моисей берет и вот этим жестоким ветхозаветным людям, он дает некоторые предохранители, и некоторый такой тормоз, ну, вы хотя бы, если свою жен выгоняете, как вы себя ведете? Ну, хотя бы напишите, что это честный развод, что вы на нее не претендуете, что она вам не изменяется с этого момента, а она просто живет своей жизнью. Поэтому именно в этом контексте Господь говорит и показывает ту высоту Нового Завета, которой ту планку уже должен каждый христианин ориентироваться. И Господь говорит, да если кто-то, конечно, разведется со своей женой, то вот эта разведенная женщина, ты возьмешь и на другой разведенной как-то женился, то ты тоже, ну, по сути, прелюбодействуешь в этой женитьбе. О чем-то Господь говорит, потому что, ну, тоже так очень удобно, и до сих пор христиане этой уловкой могут воспользоваться. Ой, нет, это чужая жена, я с ней там не буду никаких отношений выстраивать, но я ее возьму, уведу из семью, разрушу ее брак, добьюсь ее развода, и потом мы женимся, придем, нас батюшка повенчает. О, замечательно, как все по-православному. Действительно, такие ситуации есть. И лукавый так людей дурит, и лукавый так людей обманывает, что люди думают, мы все сделали формально по закону Божьему. Вот он развод, вот новое венчание, вот брак, вот там иконы, паломничество, все вот у нас там честно, вот она, любовь началась. А то, что ты перед этим чужой брак разрушил, ему поспособствовал, да, хорошее в этом что-то. Более того, надо понимать, что, в принципе, брак, он един. Брак единственный, это абсолютный ориентир, потому что брак уподобляется отношениям Христа и Церкви. Помните то послание, которое отрывочек читается из апостола Павла во время таинства венчания, да, что там сравнивается отношение Христа и Церкви, невесты Христовой, отношение мужа и жены. И действительно, Христос и вот Его Церковь, эти отношения абсолютно уникальны. И Господь не то, что, ой, ну все, с христианами не получилось, там буддистами, мусульманами, там что-то займусь. Ни в коем случае. Господь все равно вот за эту Церковь умер на кресте. И точно так же, конечно, и мы должны неразрывно быть в первом браке. А тут можно сказать, не, ну, Церковь же есть. Второй чин венчание. И даже бывает, но в виде исключения, третий раз люди венчаются, это даже не просто третий раз расписались, а в Церковь-то повенчать могут. Как же так? Надо понимать, что второй чин венчания это чин покаянный. Я единственный раз участвовал вот в таком втором чине венчания. Потому что если даже вот, потому что Церковь всегда действует по любви, по снисхождению. Например, венчается человек, который уже однажды венчался, и по идее его надо второй покаянный чин совершать. И венчается другой человек вместе с ним, для которого это первый брак. И ради чистоты и стремления с самого начала вот этот первый брак укоренить другого, брачующегося, оба венчаются, конечно, первым чином. Однако вот один раз я был на свадьбе, моих друзей участвовал в венчании, когда был вот этот второй покаянный чин. Там тоже есть некоторая радость, есть некоторое торжество, но это не праздник торжества, это не таинство торжества, это, можно сказать, некоторый чин покаянный. Тогда люди говорят, да, Господи, мы не смогли сохранить свой первый брак. Или да, Господи, наш первый брак распался, ну, потому что, ну, там умер наш супруг, а я его память тоже не смог там как-то вот почить, не хватает сил. И тоже вот я посмотрю на другого человека. И мы, Господи, тебя в этом втором венчании благодарим за то, что ты нам даёшь второй шанс снова идти к тебе, идти не в одиночку, а вот в этой связочке. Связочке мы постараемся хоть со второй попытки, но построить вот те отношения, которые у тебя с церковью есть, хоть со второй попытки уподобиться тебе. Ну, можно сказать, а как же, ну, в Евангелии вроде Господь всё там жёстко говорит, вы, батюшка, конечно, там истолковали контекст, ну, из песни слова и выкинешь, но всё-таки у нас есть некоторые доказательства того, что логика церковного предания, логика вот второго венчания, она укоренена в библейском тексте. Давайте откроем послание апостола Павла к Коринфянам, первое послание, и прочтём седьмую главу, восьмой и девятый стих. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Потому что порой вот мы настолько укоренены во зле, в грехе и вокруг нас грех, что куда ни стань, всё равно грех будет. И мы выбираем из двух зол меньше. Точно так же и христианин, который заботится о спасении своей души, и как вот человек в годы голода у него не осталось нормальной пищи, и он выбирает из почти несъедомых вещей те, которые чуть более съедобны, ими как-то поддерживает свои жизненные силы. И точно так же человек знает, что вот, ну вот, да, всем не угодить, кто-то всё равно обидится, но старается минимальный ущерб нанести. И тоже человек понимает, что да, там, например, и та, и та работа не по душе, но работает на той работе, ну, которая чуть больше, хоть там нравятся, какие-то преимущества есть. Вот точно так же и в нашем несовершенном падшем мире человек вместо того, чтобы разжигаться, вместо того, чтобы ходить, и вроде, ой, я такой праведный, ой, я не вступаю во второй брак, а вот я такой, там, совершенный, и ходить при этом, а в душе разжигаться, потому что помните, что Господь в Евангелии говорит, кто посмотрел на женщину с вожделением, прелюбодействовал с ней в сердце своем. И апостол Павел не то, что как-то переиначивает слова Христа, он просто сопоставляет, говорит, не надо выдергивать из контекста. Есть вот одни слова Христа про второй брак, а есть слова Христа про смотрение с вожделением. И если человек, христианин, искренне желающий своего спасения души, он выбирает место, чтобы второй брак заключить, или ходить разжигаться, пришел в храм, молишь, а вместо того, чтобы помолиться, смотришь на красивых прихожанок и там сокрушаешься в своем потерянном первом браке, что лучше вместо этого, конечно, сказать, Господь, дай мне еще один шанс, и Господь, который хочет нашего спасения, этот шанс благословляет и Церковь Невесты Христовой, этот шаг к спасению души утверждает в таинстве венчания и во второй, и иногда даже в третий раз. Субтитры создавал DimaTorzok